Церковь Русская, красуйся и векуй! Церковь Русская, красуйся и векуй! Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, я всех Вас хотел бы поздравить с этой первой Патриаршей Соборной Литургии в наступившем 2013 году, которой мы отслужили в Успенском Соборе Московского Кремля у гробницы с мощами святителя Киевского, Московского и всея Руси Петра. Святитель Петр – основоположник того собора, в котором мы сегодня с Вами совершили богослужение. Жил он в конце 13-го и в 14-м веке. Это было суровое время. Татары-монголы разорили Киев, мать городов русских. Великокняжеский двор покинул пределы Киева, потому что там невозможно было находиться из-за разрушения стен, а потому и из-за постоянно нападавших на город кочевников. И чтобы сохранить какое-то центральное управление всей Русью, великий князь переезжает во Владимир-на-Клязьме, сюда, на северо-восток Святой Руси. Сюда же переезжают и первосвятители, земли русские, митрополиты киевские. Имя святителя Петра стало известно в далекой Волыне. Сам он оттуда, с западно-русских рубежей. Он был отроком чрезвычайно благочестивым. Родился в семье добрых, благочестивых родителей. Рано овладел грамотой и изъявил желание подвязаться в монастыре. И в одном из Волынских монастырей протекала его монашеская жизнь. Но этого было недостаточно святителю Петру. И он отправляется на речку Рать, там же, в Волыне, с тем, чтобы основать особо строгую общежительную обитель. И, создав эту обитель, вскоре становится человеком многими, уважаемым. Потому что многие считали его духовным авторитетом. К нему приезжает нередко и правитель той западной русской земли Юрий Львович, князь Галицкий. В то время вся Галиция была православной. Никто не мог даже помыслить, что когда-то этот один из центров святой православной Руси перестанет быть православным, как это случилось в более позднее время. И благочестивый Юрий Львович Галицкий, князь, посещал святителя Петра в бытность его и губеном монастыря на Рате. Туда же прибыл и митрополит киевский Сияруси Максим, который жил во Владимире вместе с великим князем. И посещая святителя Петра в бытность его еще и губеном обители на Рате, от него получил замечательно написанный образ Успения Пресвятой Богородицы. Ибо Петр не только в науках, но также стал и замечательным иконописцем. И когда святитель Максим скончался, то киевский великий князь, живший в то время во Владимире и имевший также в уделе город Тверь, Михаил, вошедший в историю, как Михаил Тверской, святой Божий человек, пожелал, чтобы киевским митрополитом стал его единомышленник, монах Геронтий. И он отправляет Геронтия в Константинополь, чтобы тот принял посвящение от Константинопольского патриарха на Всероссийскую кафедру святителей всея Руси. Но одновременно и благочестивый галецкий князь Юрий Львович направляет в Константинополь Петра и игумен обители Нарате. И там, в Константинополе, совершается действительно божественное избрание. Патриарх избирает не посланного великим князем Геронтия, а посланного князем Юрием, будущего святителя Петра. И на него возлагаются святительские одежды. И как святитель киевский всея Руси, он возвращается на Русь. И поселяется в Киеве. Это было очень рискованное предприятие. Потому что долго в Киеве жить было невозможно. Город разорялся регулярно. И киевский митрополит всея Руси мог погибнуть в этом городе. Но целый год святитель Петр жил на исторической кафедре. А затем, как того требовало благоразумие, удалился в город Владимир на Клязьме под охрану великого князя. И здесь совершал свое служение. А затем, несомненно, по воле Божией, по его промыслу, совершил нечто, что было очень нелогично. Он покидает Владимир, который в то время был столицей Древней Руси, и отправляется в мало кому известный город Москву. Князь Даниил, князь Иван Данилович Калита предложил ему приехать в этот город. Любил Иван Калита город Москву. И, откликнувшись на эту просьбу, святитель Петр прибывает в Москву. А затем совершает нечто, что противоречило а с законом и обычаям того время. Он закладывает кафедральный всероссийский общерусский собор Успения Пресвятой Богородицы здесь, на том месте, где мы стоим. И когда это произошло, то вскоре и великий князь из Владимира перебрался в Москву. Москва стала столицей Древней Руси, а затем и столицей всего русского государства именно потому, что избрал это место святитель Петр. С этого святого храма, где мы находимся, и началась новая история Древней Руси с центром в городе Москве. Поэтому в прямом смысле слова основателем Москвы как столицы Руси был святитель Петр. Он не дожил до освящения этого храма. Он вскоре скончался и торжественно был похоронен здесь, прямо, в строящемся храме. И ныне его мощи пребывают вместе с нами, освящая и этот всероссийский престол патриархов московских и всея Руси. Затем по воле Божией завершилось так, что именно в этом соборе совершались самые выдающиеся события нашей гражданской и церковной истории. И какая же радость нам в начале 2013 года начать торжественные богослужения именно с литургии около мощей святителя Петра в день его памяти под сводами исторического Успенского собора, который и определил Москве быть столицей. Вот как в нашей истории все связано, как одно определяло другое. И самый непредвзятый исследователь видит, каково огромное значение православной церкви не только в формировании государства русского на берегах Днепра, но и укрепление того же самого государства с новой столицей на берегу реки Москвы, что подготавливало и действительно подготовило освобождение нашего народа от трехсотлетнего иноземного господства. Жизнь церкви и народа так связана, что ее невозможно разделить и по одной только причине, что народ это и есть церковь. И практически так сохраняется до сего дня с той лишь только поправкой, что многие члены церкви крестившиеся не воцерковились, не осознают себя членами церкви, не знают свои истории, не питаются от этих благодатных источников исторического и духовного ведения, а потому становятся легкой добычей тех, кто хотел бы разрушить всякую историческую память и веру православную. верим, что молитвами святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси будет сохраняться вера православная на святой Руси, духовно объединяя братские народы России, Украины, Белоруссии, многих живущих в Казахстане, Молдове и в других странах. Мы верим, что не случайен был подвиг великих наших предшественников, великих князей, митрополитов, патриархов, царей, тех, кто умножал силу Святой Руси, в первую очередь обращая внимание на духовное состояние людей, на их идеалы, на то, что должно движеть человеком в его жизни. Вот дай Бог, чтобы и сегодня по милости Божией молитвами святителя Петра, молитвами всех святых в земле нашей просиявших через смиренное и уничиженное служение русской православной церкви в народе нашем никогда не прекращалась сильная вера и светлое нравственное чувство, которое возвышает человека, делает его непобедимым. Пусть будет так молитвами святителя и чудотворца Петра, митрополита киевского, московского и всея Руси. Аминь. С праздником поздравляю вас! Петра, Аминь.